МЕЛОДИЯ МОЕЙ РОССИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС В Риме прошел большой исторический бал, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Зимняя школа. В Твери завершилась двухнедельная программа для студентов-филологов из Луганской Народной Республики. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в концертном зале Московского музея Сергея Рахманинова состоялся финальный тур второго международного конкурса «Мелодия моей России». Свои таланты продемонстрировали юные солисты и вокальные ансамбли из разных регионов страны и не только. Подробнее далее. В концертном зале «Дом Рахманинова» свою мелодию России исполнили талантливые участники из Крыма, Татарстана, Новосибирской области, Краснодарского края и других уголков страны. Теперь эстафету конкурса примут и наши соотечественники, проживающие за пределами России. У нас в прошлом году состоялся впервые этот конкурс. Он состоялся на территории Генерального консульства Российской Федерации в Генуе и собрал российских детей, которые тоже исполняли песни о России. У нас можно выбирать, если удобно выступить в России на втором туре. Если кому-то, кто ближе живет, кто живет в Европе, ближе живет к Италии, то приезжают, выступают в Италии. После того, как у нас завершится главное мероприятие, это галоконцерт победителей и членов жюри нашего конкурса здесь, в России, то эстафету принимает город Генея. Главная цель конкурса – это объединение и духовно-патриотическое возрождение русского мира посредством русской классической музыки. Единение как тех, кто проживает на территории нашей страны, так и тех, кто находится за ее пределами, но имеет русские корни, говорит на русском языке или изучает его кто душою и сердцем с Россией. Если говорить о цели этого конкурса, то он о сохранении наших замечательных традиций, русских традиций, о сохранении нашей культуры, культурного наследия, исторического наследия. То ведь здесь дети абсолютно со всего русского мира, что называется. Значит, наш русский мир объединяется. А это же очень важно в наше время, потому что быть патриотом, любить свою родину, вот через музыку понятнее детям. Они это и делают сегодня. Сегодня я исполнял две песни. Первая называется «Родина», а вторая – «Всю-то я вселенную проехал». Вокалом я обучаюсь в Центре искусств под названием «Шарм», а в музыкальной школе номер 7 имени Ключерева я учусь в Домре. Недавно вот начал заниматься общим фортепиано, ну а также сольфеджио. Я исполнял песню «Пряха» и «Красное солнышко». С шести лет хожу в детскую музыкальную школу номер 6 имени Салиха Сайдашева и занимаюсь в детском театре органного зала. Мне больше нравятся песни, которые я сейчас пою, которые о родине. Первый отборочный тур проходил в заочном формате. Жюри отсматривали видеозаписи выступлений по двум номинациям – академическое сольное пение и вокальный ансамбль. Среди учащихся музыкальных школ, колледжей и студентов творческих вузов. В возрасте от 5 лет до 21 года. В результате экспертным жюри было отобрано 50 исполнителей для выступления в финальном туре. Все ребята очень талантливые, каждый по-своему. Что главное в музыке, что главное вообще в музыке – это интонация. Какой интонации они это делают и как они выражают через слово, через музыку, через голос. Своё отношение к той песне, той теме, которую они взяли. Международный конкурс «Мелодия моей России» проходит при поддержке Генерального консульства Российской Федерации в Генуе, Россотрудничество, а также Российского Центра науки и культуры в Риме. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». В итальянской столице в аристократическом дворце Бранкаччо прошло ежегодное социально-культурное мероприятие – Большой исторический бал. В этом году он был 12-м по счету и состоялся под патронатом Международного совета по танцу ЮНЕСКО и Российского императорского дома Романовых. Но самое главное – был посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Утонченная элегантность дворца создала атмосферу великосветского раута с классическими бальными танцами в костюмах конца XVIII – начала XIX веков. По словам одного из организаторов вечера, главы культурной ассоциации «Друзья Великой России» Юлии Базаровой, русская классика позволяет шире смотреть на мир, по-новому взглянуть на историю двух культур России и Италии, почувствовать красоту русского языка. В этом году гости исторического бала насладились выставками известных итальянских художников Андреа Капана и Франко Фарина. Также участники события получили удовольствие от музыки всемирно известных композиторов и чтения стихов «Солнце» русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. В Твери завершила свою работу зимняя школа для студентов-филологов из Луганского государственного педагогического университета. Двухнедельный цикл просветительских и культурных мероприятий прошел на базе Центра русского языка и культуры Тверского государственного университета по инициативе и при поддержке фонда «Русский мир». Целью проекта является содействие профессиональной подготовки будущих преподавателей русского языка и литературы Луганской Народной Республики. Все мероприятия зимней школы были направлены на изучение истории русского языка и культуры России. Также студенты прослушали цикл лекций по истории русской литературы от ведущих преподавателей Тверского государственного университета. Сокрепить теоретические знания помогла культурная программа. Участники школы успели посетить как значимые места Твери и Тверской области, так и Совет Федерации и Третьяковскую галерею в Москве. Среди увиденных достопримечательностей Тверской императорский дворец, мультимедийный парк «Россия. Моя история», Тверской театр драмы и многое другое. По итогам работы зимней школы студенты получили сертификаты по программе повышения квалификации, социокультурной и лингвометодические аспекты преподавания русского языка и литературы. 2024 год в Тунисе богат на мемориальные события, связанные с историей российских соотечественников в этой североафриканской стране. Основным мероприятием, которому будет уделено особое внимание, станет столетие спуска Андреевского флага на кораблях русской эскадры, чье пребывание в тунисском городе Безерта стало одной из основных вех российско-тунисской истории. Обширная программа памятных событий, приуроченных к этой трагической дате, запланирована на октябрь 2024 года. Панихида на кладбище Боржель стала отправной точкой мемориальной программы русского дома в Тунисе. В этом году белорусские студенты приступили к занятиям в обновленном научно-образовательном центре русистики в Могилевском государственном университете имени Кулешова. Накануне в оборудованной аудитории прошла лекция лингвиста Марии Равинской для студентов-филологов, а также награждение победителей белорусско-российского познавательного марафона «Мы вместе». Россотрудничество оснастило центр современной учебной мебелью, мультимедийными панелями, методической и художественной литературой. По мнению ректора университета Дениса Дука, студенты и преподаватели уже оценили возможности обновленного пространства по достоинству. Напомним, в прошлом году Россотрудничество открыло 30 подобных инновационных площадок в 16 странах мира на трех континентах. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стороне о городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok